Сегодня мне хотелось бы говорить на очень серьезную тему, на тему последнего времени. Возможно, потому что, просматривая новости, все больше и больше как-то люди стали говорить о последнем времени. Удивительно для меня, например, что некоторые современные исламские теологи рассматривают теперешнюю войну в Сирии как преддверие конца. И всерьез утверждают о том, что она закончится едва ли не пришествием Антихриста, в связи с тем, что на одной достаточно небольшой территории в военных действиях сошлись практически все представители современного мира, как Запада, так и Востока. Кто-то всерьез рассматривает угрозу потепления. Вы знаете, что даже в Организации Объединенных Наций есть по этому поводу специальные доклады. Многие говорят о том, что это угрожает жизнедеятельности человека. А вообще есть очень интересный современный писатель Умберто Эко, который как-то выразил мысль очень интересную. Он наблюдает, что весь мир сегодня говорит о конце. Ученый мир, светский мир, климатологи опять-таки, астрономы ли, кто-то еще. Все, кроме, впрочем, христианской церкви. Христианская церковь живет в состоянии, как будто бы конец мира не наступит никогда. Это недословная цитата, но передающая вообще смысл его изречения. Хотя он сам некогда учился в христианской школе, но вот в результате потом очень интересные романы писал. Даже многие из них были экранизированы. Так все-таки, что с концом мира, друзья? Или, как еще говорят, с концом света? Или, все-таки, в нашей христианской традиции с началом света? Вы уже определились, что будет? Конец или начало? Или начало, а потом конец? Все как-то у нас очень и очень запутано. Хотя в названии церкви адвентисты седьмого дня уже заложено что? Сама весть, ожидающая, ожидающая. Чего ожидающая? Нового света, да, конца мира. Друзья, ну вот интересно, все-таки в Матфея 24 главе, в Новом Завете, Иисус говорит очень емко. Но как было водненое, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как водни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не придет потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Когда его спрашивали о признаках, когда его спрашивали, когда это будет, когда его спрашивали, он там что-то отвечал о гладах, морах и так далее. Мы это не будем все перечитывать, потому что все эти строчки мы хорошо очень знаем. Но все-таки вот эти моменты он отмечает. Как было водне, кого? А что было водненое? Это очень интересно. Ну вот интересно, нам нужно теперь поститься. Сколько? Или не жениться, или не выходить замуж. Почему-то там про женить бы ничего не сказано. Спасибо, спасибо. Это уже мы будем говорить из бытия, да? Но вот слова Иисуса были очень интересны. Причем Иисуса слова можно рассматривать как слова о внезапности. Ели, пили, выходили замуж. Это не в том смысле, это хорошо или плохо. Это не в том смысле, что они только вот и ели, и пили, и женились. Здесь, наверное, они делали много чего интересного. Строили, творили, резали из дерева, я не знаю, копали. Может, еще что-то делали. Пели в конечном итоге красивые песни во славу кого-нибудь. Правда же, да? Но вот внезапно что-то изменилось. Потоп пришел, как всегда, внезапно. Причем как всегда. Вы знаете, что в России, как всегда, все внезапно. Снег приходит, когда его не ждали зимой. Так что потом мы не справляемся с его уборкой. Урожай рождается летом. Тоже внезапно вроде как бы. Да, такой большой, что его никто не ожидал. Что там называется порой в наших газетах и интернет-ресурсах битва за урожай. Очень интересный момент. То есть мы всегда чего-то не ждем. Хотя, по идее, это должно... Ну, зимой снег выпадет или нет? Вроде как бы должен. Много или мало? Вы знаете, сейчас у нас такая интересная зима, что в основном выпадает дождь зимой. Вот это на самом деле нетривиально. Это неожиданно. А все остальное, по идее, должно было бы быть ожидаемо. Так все-таки этот вопрос, а что же было водненое? Так ли все было внезапно, друзья? Вот это очень интересный момент. И нам придется вернуться к началу. Нам придется вернуться в книгу бытия. Ну и опять о женитьбе. Опять о женитьбе. А куда без этого? Потому что шестая глава будет о чем говорить. Когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их в себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим. Они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человек. Можно остановиться. Ну, опять-таки, да, мы повторяемся, и многие известные вещи и моменты мы уже будем вновь и вновь проговаривать. Сыны Божьи, дочери человеческие. Разные есть взгляды на эти определения. Но все-таки мы говорим о том, что сыны Божьи это кто? Сефиты, да? Дочери человеческие. Это линия от Каина, который тоже к этому моменту существует на земле. Вы знаете, что Каин ушел от лица Господня на восток, построил там город, и его цивилизация развивалась невероятным образом. Город, там люди умеют обрабатывать не только землю, но и у них есть металлургия, они ковачи железа. То есть там люди могут делать музыкальные инструменты. Но вот если всерьез поразмышлять над всеми этими строчками, теперь уже из четвертой главы книги «Бытие», то, конечно, много вопросов рождается. Ну, поскольку люди все-таки, все-таки, кем были, Адам, Ева, странниками, да? Что они делали? Ну, что-то высаживали, у них был вполне себе крестьянский труд. И тут вдруг один из их сыновей уходит и строит город. А строит город это что? Строит город. Вы что-нибудь строили в своей жизни? Ну, дом хотя бы, сараюшку какую-нибудь. Но явно, что люди не в пещере живут, правда ведь, да? И явно, что они не в юрте и не в яранге живут. Это дом какой-то. Что такое город, да? Но мы представляем себе древний город, как правило, мы представляем себе обнесенной стеной с воротами. То есть это уже что? Ну, я знаю, что в зале есть строители, они вполне себе могут сказать, что нужно как минимум нагрузку рассчитать, чтобы под усилием ветра эта вся конструкция не сложилась. Каким-то образом нужно еще что-то там рассчитывать, да? Стену построить, это что? Надо ее так построить, чтобы она не завалилась в один прекрасный момент. То есть здесь уже нужны что? Определенные навыки, определенные знания. Ну, как бы это уже новый виток развития. Ну, и уж совсем интересно, когда здесь написано, что они умеют, так сказать, работать с железом, друзья. С железом. Знаете, что такое железо? Когда появляется железо? Когда появляется железо? А? Железо появляется в наше время, после потопа мы знаем. По крайней мере, мы точно знаем о железном Риме, да? Но времена Соломона и Давида, люди все еще сражаются бронзовым оружием. Времена Александра Македонского, люди все еще сражаются бронзовым оружием. А это сплав меди и олова. Почему? Потому что легко выплавляется. А что такое железо? Это нужно сначала из руды выплавить чугун, потом что-то туда добавить, определенные там добавки и так далее. Получить сталь. Железо. Это металлургия, это, ну, как минимум, какое-то пережженное дерево или, как бы, тут вот добавление различных фосфатных соединений. То есть, но металлургия совершенно другого уровня. Это говорит о невероятных технологических возможностях цивилизации Каина. А как живут сефиты, друзья? Они пасут овечек. Во что одеваются? В шкуры. Можно я задам вопрос? К трансляции идет, но я понимаю. Как вы думаете, они много моются? Ну, люди того времени, живущие среди полей, лесов и рек, пасущие стада и так далее и тому подобное, да? Но, как бы, и вообще люди, так сказать, кочевники, как они выглядят, да? И городские жители, как выглядят. Тем более, там появляются музыкальные инструменты. Намек на первый, наверное, шоу-бизнес, четвертый главе. Вообще, мы видим, что не случайно, что девушки Каина какие? Невероятно красивые и привлекательные, а дети от сифа что? Сильные, могучие юноши, быстро бегающие по лицу земли, пасущие свои стада. Ну, соответственно, как вы думаете, какая цивилизация будет привлекательной? Городская или сельская? Продвинуто технологическое или то, что происходит там в районе отары с овечками? То есть, если удивительно, вот есть какие-то процессы удивительные вообще, все, что происходит? Когда вдруг, ну, встречи же происходят между сифитами и каинитами, правда же, да? Как-то они начинают общаться, а кто к кому идет? Каиниты к сифитам или сифиты к каинитам? Где более интересно в этом случае становится? И как результат, что совместные браки с людьми, которые, между прочим, ушли от лица Господа, где грех многократно умножается, где повторяются убийства и так далее, тому подобное. И как результат, третий текст, не вечно духу моему, что? Быть пренебрегаем. Не вечно духу моему быть пренебрегаем. То есть, от каких-то совместных встреч, от совместных браков люди стали рождаться совершенно другие, очень отличающиеся от, по идее, того рода Бога избранного, какой идет от сифа. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, они стали рождать им. Это сильные и издревле славные люди. Древнерейское слово нефилим передает, может быть, не совсем людей, таких вот громадных великанов, как, может быть, Голиаф из Гефа, да, позже. Скорее, вот качество характера. Это люди, которые проявляют насилие, люди, которые проявляют агрессию. Издревле славные люди, опять же, интересное слово древнее, Гебор, которое переводится как люди крайне гордые, люди имени, люди надменные, люди высокомерные. Мы видим, как рождаются, так скажем, агрессоры, хищники и кто еще? Захватчики. И вот здесь вся ситуация разворачивается таким образом, что Господь видит развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца, их были зло во всякое время. Причем здесь не делается разделение на каинитов и кого еще? Сефитов. Вообще, такое впечатление, что все это вместе стало каким-то неким одним народом. И праведность Божья остается всего на одном человеке. Шестая глава будет говорить. Вот житие Ной. Ной был человек праведный, непорочный вроде сём. Ной ходил пред Богом. У нас нет времени для того, чтобы пересматривать всю историю шестой по девятый текст. Но позже мы узнаем с девятого текста, что, в общем-то, праведность Ноя тоже была какой? Ограниченный. Позже он переборщит с напитком из винограда. Опять всё вернётся к вопросу греха. Опять будут прокляты кто? Ханаан внук и один из сыновей. Всё опять будет повторяться. Но есть что-то у Ноя, чего нет у других. Что есть у Ноя? В чём его праведность? Хождение пред Богом. Хождение пред Богом. И вот Господь говорит Ною о том, что в тринадцатый текст «конец всякой плоти пришёл пред лице моё, ибо земля наполнилась от них злодеянием, и вот я истреблю их с лица земли». И вот дальше, опять-таки, есть что-то, что говорит по определённым образом о Ное. Двадцать второй текст. «И сделал Ноя всё, как повелел ему Бог, так он и сделал». Ноя, пятый текст седьмой главы. «Сделал всё, что Господь повелел ему». Вот это интересно, что Он от Себя сделал сколько? Много, мало, чуть-чуть или даже больше, чем было нужно. Ноя в данный момент истории от Себя сделал всё, что Бог ему сказал. «А что нужно было сделать? Построить ковчег». Опять-таки, да, для меня лично этот вопрос совершенно фантастический, потому что я человек, который когда-то служил в военно-морском флоте, выходил в море, попадал в штормы, и все вполне имеют представление, что это такое. Я не совсем понимаю, как пастух может построить корабль. Потому что любое инженерное сооружение, а корабль является очень ответственным инженерным сооружением. Почему? Потому что там давление воды, особенно когда идёт шторм. Ну и особенно, если вы очень внимательно познакомитесь с историей вообще деревянных кораблей, то они все, даже самые лучшие из них, просто-напросто текут. То есть, как он держался на воде? Как он выжил в условиях, как пишет Эллен Вайт в книге «Патриархии и пророки», когда сам сатана испугался чего? Потопа, той бури. Представляете, какая сила ударная у волны. Я служил на крейсере управления, огромный корабль, чуть меньше авианосца, так его просто волной могло сбить с курса. Мы уходили в десятибальный шторм, так сильно вниз камнем. Я, к несчастью, меня вызвали на верхний мостик, там была авария. Я был в боевой части обеспечения. Я выглянул немножечко через иллюминатор, и я реально испугался. Когда ты находишься в этой железной коробке, ты не видишь окружающего мира. Ну, вроде плюс-минус. Ну, шатает тебя там, знаете, и всё. А когда ты видишь, как ты проваливаешься, у тебя палуба с под ног уходит туда вниз, а сзади ещё корабли идут гораздо меньшие, несчастные миноносцы, и всё, он же там не выплывет реально. И вдруг он как-то каким-то образом подымается на гребень волны, потом опять проваливается, и так трое-четверо-пятеро суток, это в лучшем случае. То, друзья, тут как-то надо, я не знаю, как выжива волной. Вот я принимаю, что всё незакреплённое у нас, а это огромный корабль, летело просто вот со страшной силой. А там животные были незакреплённые. Львы, бегемоты, не знаю, там, медведи и так далее. Представляете, как их должно было бросать по их тем самым узким. Это не каюта, конечно, да, что там, загон, не загон, понятно, внутри корабля. Ну, это реально как бы вещь очень страшная. Я не понимаю, как они выжили, друзья. Но они выжили. Он построил корабль, которым он совершенно не управлял. То есть он построил некую капсулу, в которую он зашёл, животные зашли, она была закупорена, и всё. Но эта капсула деревянная. Как ты её не осмаливай, она будет течь в любом случае. Удар волны очень серьёзный, доски прогибаются. Это надо было ещё как-то откачивать, эту воду. И причём находились они сколько в ковчеге? Забегая вперёд, 370 дней. Больше года. Больше года. Нужно было кушать, нужно было пить какую-то воду пресную, причём она должна была там сохраниться. Непонятно, каким образом. И нужно было ещё, друзья, опять не на камеру, утилизировать продукты жизнедеятельности. Людей и животных. Причём при всём, при том, что окошко было только одно, сведённое вверху, и всё. Ни белого света, ни свежего воздуха, ничего. Но Ной сделал что? Много-мало. Он сделал всё. Он сделал всё. И в этом было его спасение. Потому что седьмая глава будет говорить, что в 600-й год жизни Ноева и во второй месяц в сей день разверзлись все источники великой бездны. «Окна небесные отворились, лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей». И дальше в седьмой главе будет повествование. «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, умножалась вода». Восемнадцатый текст. «Вода же усиливалась, весьма умножалась на земле». Девятнадцатый текст. «Вновь усиливается вода на земле чрезвычайно». И вот она усиливается, и вода усиливается, и вода усиливается, и уже самые пики гор тоже уходят под воду. То есть вот такое вот медленное, очень медленное и очень медленное поступление воды. Что происходит? Джон Паулин замечает, что это процесс ровно обратной творения. Помните, первый день Бог что делает? Отделяет свет от тьмы. Второй день Бог разделяет воду с водой, небо и океан. Вот этот первозданный. Третий день из океана выходит суша. Бог разделяет сушу и воду. В четвертый день Бог начинает наполнять вот эту форму. Чем? Светильниками большими и маленькими для управления временем. В пятый день наполняет чем? Небеса и воду. Птицами и морскими животными, рыбами. В шестой день Бог что делает? Наполняет появившуюся в третий день землю чем? Животные, скот, гады, то есть звери, скот, гады. И человек. И теперь что происходит? Очень медленно соединяется вода сверху и вода откуда-то из подземных источников снизу. Оно соединяется, соединяется и очень медленно уходит первым делом что? Земля. Уходит все, что сотворено в шестой день, люди, звери, скот, гады, кроме тех, кто в ковчеге. Все, что или частично сотворено в пятый день, имеется в виду птицы, но скорее всего, что рыбы выжили в этих условиях. Остается от творения шестидневного что? Свет и разделение. Тьма и светильники пятого мне, четвертого мне, извиняюсь, большие и маленькие. Бог медленно, 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 медленно запускает обратный творению процесс. Чтобы в восьмой главе все повторилось. Вспомнил Бог о Ной и о всех зверях. Закрылись источники бездны и окна небесные. Перестал дождь с неба идти. Вода же постепенно возвращалась с земли и стала убывать вода по окончании 150 дней. Смотрите, Бог вспомнил, очень интересная формулировка, а что Бог забыл? Что Бог совсем забыл об этих несчастных, которых кидает, болтает в этой капсуле, которые бьются головой и плечами об эти стены, об этих животных. Как они там вообще непонятно все это выживают. Вот я посмотрел как-то мультик, когда они там радостные прыгают, поют песенки. И подумал, да, видимо, автор мультика не был в море ни разу. Но очень оптимистично. Очень оптимистично. Один только запах чего стоит, попробуйте зайти однажды в зоопарк, где год не убирались. И будет все понятно, что как можно быстрее хочется из этого ковчега что сделать? Убежать. Как можно быстрее. А убежать не получается, все затоплено. И вода вот здесь вот, она как пребывала медленно, так и убывает тоже как очень медленно. Но вера. 40 дней прошло, потом еще сколько-то прошло, потом ворон, потом 7 дней, потом голубь, потом 7 дней, потом голубь, потом голубь, потом вроде бы все просохло, голубь вернулся с масличным листочком, но они все еще не выходят, все еще сидят. И только опять через месяц, когда уже окончательно просохла земля, что? Люди вышли. Вы знаете, что я понял? Бог очень медленный. Очень медленный на гнев. Он очень долготерпеливый. Интересно, вот из древнего текста, долготерпеливый Господь означает Господь с длинным носом, буквально, и древнее еврейское слово. Знаете почему? Ну, потому что первым от гнева краснеет что? Нос. И когда он длинный, он медленно краснеет. И когда он маленький, он быстро краснеет. Кровь бросилась от гнева в лицо, да, как говорят. И вот это гнев. И вот написано, что Бог с очень длинным носом. То есть Бог очень медленно гневается. И получается, что Бог все время очень медлительный. Но когда Бог медлительный, это что означает? Что он очень долготерпеливый. И апостол Петр очень точно понял в своем послании. Он говорит, что Бог не, впрочем, медлит с обетованием своего пришествия. А что делает? Зачем это все? Зачем эта медленность нужна? Нам нужно очень быстро все. Особенно в наше время 21 века. Нам нужен быстрый автомобиль, который имеет много лошадиных сил. Нам нужно как можно, ну так сказать, лучше автострада, как можно быстрее ехать по ней. И нас раздражают эти знаки 40-50, 40-50 на дорогах. Нам нужно жить быстрее. Нам нужны компьютеры, как можно, ну так скажем так, как это правильно бы сказать хорошим языком, мощнее. То есть чтобы они очень быстро включались и процессы были мощнее. Нам нужны телефоны какие? Все более мощнее. Кнопочные не устраивают, потому что там интернет, он должен летать. И нас раздражает, когда периодически интернет у нас начинает что делать? Такое слово есть – тормозить. Вот когда интернет тормозит, тогда у всех появляется жуткое раздражение. Нас ужасно раздражают тормоза. Ну то есть люди очень медленные, реально медленные люди есть. Которые все время везде опаздывают, не вовремя приходят. Они испытывают наше с вами что? Те, которого нет сейчас. Которого нет сейчас. Причем если очень внимательно читать Лену Вайт, то она пишет, что не надо пить, так сказать, кофе. Почему? Потому что нервная система, постоянно напряжение. Человек очень быстро принимает решения, быстро двигается. Соответственно, очень быстро ошибается. Человеку нужно пить абсолютно много воды и есть очень-очень такую вот неострую и очень пресную пищу, чтобы быть каким? Медленным. А еще лучше жить постоянно не в городе, а где? В деревне. Зачем? К ритм жизни. Попадая из Заокского в Москву, мы сразу ощущаем ритм жизни. На кольцевой тебе постоянно все сигнали, чтобы ты посторонился или быстрее ехал, в конце концов. Ты всех начинаешь раздражать. Потому что ты в Заокске, который все время ездишь за рулем, очень какой? Медленный. Весь мир летит куда? К концу. К концу. Мир летит к концу. И только Бог в этом мире не торопится. Потому что Бог, что? Он знает очень точно, куда все придет. Он знает очень точно, что в этой спешке жизнь, в попытке все успеть, много вопросов решить, много проблем закрыть, Человечество в целом придет к ситуации, человек в целом придет к ситуации, когда зло будет во всякое время. Раздражительность, нетерпение и зло. Наш мир уверенно куда летит. К концу. Так вот, все-таки, что во всем этом главное? А главное, что мой вышел из ковчега, устроил Господу жертвенник, взял всякого скота чистого и принес его во все сожжения на жертву. Все все равно приходит к Богу. И самое главное, в очень быстром и очень медленном ритме жизни, человек и Бог. Слышит ли человек Бог? Делает ли он все, что он слышит? И самое главное, а строит ли человек Богу жертвенник в своей жизни? Потому что в сущности спасется лишь тот человек, у которого дома жертвенник Богу есть. Мы говорим о семейном алтаре. Спасется человек, который практикует служение Богу не только по субботам, но и дома каждый день. Спасется человек, который все-таки с этой Библии в руках, он стоит, он читает, он вникает, он что-то сопоставляет, он чему-то учится. И Бог ему говорит, что ему нужно сделать сегодня, куда его путь жизни ведет, чтобы слышать, чтобы разбираться в этих сложных процессах жизни и чтобы точно успеть, куда, друзья, вовремя в ковчег жизни зайти, когда будет рушиться мир. Пусть Господь нас благословит своей милостью, своей любовью. Пусть Господь нас благословит все-таки останавливаться в спешке жизни, приходить к Святому Писанию, приходить к Нему, строить этот домашний алтарь, как бы сложно нам не было. Пусть Господь нам поможет останавливаться, чтобы попробовать Бога услышать, услышать в этой непростой жизни, где оно спасение. Аминь. Аминь.